Есть такое высказывание Чем, собственно, постоянно занимаются те, кто безумны в своих попытках управлять Российской Федерацией Россия не управлять не могут, не способны Поэтому вот этим обмылком пытаются править И еще полномочия куда-нибудь раздавать Еще каким-нибудь сатанинским силам разделять с ними ответственность за все это Отвечать рано или поздно, конечно, придется Если вы установили оккупационный режим Не режим национальной власти, который пригож для всего народа Который народ принимает Не народоправие, конечно, а просто принятие того режима правления, который есть Который приносит пользу и который связан с пониманием того, что делают власти Есть такое понимание нации Нация это ежедневный плейбисцит То есть мы как бы ежедневно голосуем за то, что нас объединяет И прежде всего в поддержку того правления, которое над нами стоит Это и есть нация Но у нас, по сути дела, нация запрещена Потому что запрещена всякая политика Никакого плейбисцита у нас нет и быть не может Тем более в условиях, когда в средствах массовой информации тотальная ложь А у власти просто какие-то фантастические лжецы Которые как будто приняли за правило никогда ни слова правды не говорить И сейчас вот события в Казахстане, ну хуже реакции, чем у Российской Федерации Просто трудно себе представить И та ложь в СМИ, которая беспрерывно несется по поводу событий в Казахстане Она, конечно, изобличает этот режим в том, что он антинациональный, антинародный, античеловеческий Там нет никакой любви к собственной стране Там есть какая-то злобная ненависть к тем, за счет кого живут вот эти негодяи Ну кто у преступника виноват больше всего? Кто у грабителя больше всего виноват? Да там сам ограбленный Вот он такой нехороший, что его надо прямо ограбить И даже как-то вот это морально оправданно Они придумали такую свою мораль Поэтому и реакция на события в Казахстане у них совершенно определенная Давайте разберемся очень коротко, чтобы не забивать себе мозги У нас много других проблем, кроме как обращать внимание на события в Казахстане Простая штука Обвиняют протест протестантов в терроризме Это, конечно, гомерическая ложь Есть какие-то террористические группы Есть группы мародеров, бандитов, преступников Которые в ситуации нестабильности Всегда пытаются что-то себе выгадать От того, что за ними догляд как-то перестал осуществляться И поэтому они всплыли на поверхность На фоне гражданского протеста Против абсолютно неприемлемой Олигархической власти Точно такой же, как у Путина Вроде бы должен быть урок, что вот такой протест может возникнуть Сразу, спонтанно, во многих городах Конечно, какая-то там внутренняя координация Кто-то помог Но на самом деле все содержание Если вы действительно хотите разобраться Вы увидите эти митинги Что на митингах требуют люди Что они поддерживают Они что, поддерживают разграбление магазинов В которые они каждый день ходят? Это вранье Что они поддерживают убийство людей? Ничего подобного не было В общем-то, уничтожение врагов Отечества Это дело правильное Если только это действительно такая задача поставлена Об этом мы и не знаем Мы видим, что абсолютно негодяйская власть Вот эти назарбаевцы, выкормаши Этого подлого режима Который был одновременно и русофобским И геноцидным по отношению к собственному населению Обвиняют других в терроризме Масштабы их бандитской деятельности Сто кратно, тысячекратно больше Чем все факты, которые там попытаются собрать И показать Ничего не показывают Ничего нет То есть постоянно лгут Вроде где-то что-то там произошло Где-то кого-то убили Никакого, хотя бы, журналистского расследования нет Никакой правды вам не сообщают Даже в интернете перекрыли поступление правдивой информации Есть отдельные какие-то там суждения Ну, море должно быть информации Потому что сейчас все пропитано Этими информационными источниками У каждого в кармане видеокамера В виде мобильного телефона И все это подавляется Вот это что за деятельность? Это цензурная деятельность кем осуществляется? Ну уж, конечно, не мы с вами этим занимаемся Этим занимаются спецподразделения В Российской Федерации Созданные вот этой же самой властью Которая залгалась просто до предела Ни слова правды Не способна даже уже говорить правду И у них есть специальные подразделения Которые изничтожают эту правду Блокируют ее Организуют полицейские репрессии Это у них в порядке вещей Это они считают нормой Мы это нормой не считаем И в Казахстане тоже нормой Те обстоятельства жизни В которые попало подавляющее большинство Не считается нормой И с нашей стороны Вот для тех, кто протестует Против совершенно сатанинской Подлой воровской власти Должна быть только поддержка Как в свое время мы поначалу поддержали Выступление на Майдане Конечно, это пропутинская Сволочь Янукович Со всей этой шоблой Когда их покатили под гору И начали гнать Это было совершенно правильно И это нами поддерживалось И это то, чего мы хотим И для собственной страны Но там полезли потом Вот эти вот скрытые организаторы Закулисная русофобия Вылезла на поверхность Конечно, они повели куда-то Не в сторону разумной организации А в сторону ужесточения оккупации И то же самое может произойти И в Казахстане То есть вот те силы Которые находятся у власти Они тут же поднимают Свои скрытые управленческие ячейки Которые протест начинают вести Куда-нибудь, например, в сторону русофобии И тут наши идиоты им подыгрывают Отправляют туда якобы миротворческий контингент ОДКБ это совсем другая организация Организация договора по коллективной безопасности Речь идет о внешней агрессии Речь не идет о выполнении полицейских функций И вот эта путинская подлота Отправляет наших солдат туда Для чего? Для того, чтобы как раз вот эта вспышка русофобии Она неизбежна абсолютно Как только российский воинский контингент Появится где-нибудь на улице Это вспышка русофобии А как еще относиться к оккупантам? Это абсолютно объяснимо И нравственно оправданно Относиться к оккупантам с ненавистью Но эта ненависть пойдет на нас На обычных русских людей И вот что Вот какой нам подарок В наступившем году преподносит Враждебная нам русофобская власть Сидящая в Кремле Она просто вот множит русофобию вокруг нас У Российской Федерации нет союзников ОДКБ это никакие не союзники И видите Они оказывается объединились Теперь понятно для чего Для подавления своих собственных народов То есть когда собственная армия Собственная полиция Отказывается поддерживать этот режим А мы из-за рубежа Сюда контингенты чистильщиков Карателей пришлем Зазовем сюда И это все легитимно считается Да ничего здесь легитимного нет Это прямое нарушение Того самого договора Покром которого Они якобы оказывают друг другу помощь Банды внедрились и так далее У вас предостаточно войск Я прочел 110 тысяч армия в Казахстане Плюс полицейские силы А чего это вы Вот эти вот банды Это что банды миллионами что ли У вас границу пересекли Это ложь конечно Русских парней Русских солдат Отправили в Казахстан Подавлять гражданский протест Не ловить бандитов Армия для этого не приспособлена Это полицейская функция А полицейская функция Это местная функция И предостаточно сил и средств У национального правительства Всегда была бы поддержка Со стороны граждан А это правительство Это вот такая вот Абсолютно антинационально И нам если оно рухнет Так это только бальзам на душу Это будет как раз Очень хороший урок Олигархии Которая здесь Вокруг Путина Сплотилась Если у нас Будет рушиться Их режим Так мы не должны Пальцем пошевелить Его поддержку Они в нашу поддержку Ничего не делают И никогда не делали Их задача Это разграбить страну И уничтожить наш народ Это уже всем Кажется должно быть Ясно и понятно Меры последних двух лет Это меры геноцидные Причем они Гораздо более масштабные Чем в других странах В которых Аналогичные проблемы Обнаружились Как-то во всем мире Одновременно И более всего Почему-то в христианском мире А более всего В христианском Потому что Это сатанинский замысел Но здесь Он усугублен многократно Многократно Делают все Чтобы народ истребить Опережающими темпами В сравнении С остальным миром Впереди планеты Все цифры Показывают на это Геноцид Осуществляется С самых Широких масштабах Ложь Самая бесстыдная И самая безнадежная Подавление Любого гражданского протеста В Российской Федерации Куда там Казахстану Здесь оно Многократно Масштабнее Но проблема Я постоянно Об этом говорю Это распад Связей между людьми Почему в Казахстане Одновременно В нескольких городах Протесты возникли Не только потому Что там Какие-то Внедренные были Агенты И кто-то Все это Инициировал Но и потому что Люди были к этому готовы Они вышли Одновременно Так бы Ну что там Какая-то маленькая группа Кого-то бы агитировала Нет Люди уже были готовы Они уже были Заряжены ненавистью К этому вот Подлому правительству Которое так же Вот Такое же Грабительское В Казахстане Как и в РФ А у нас этого Не получится У нас сколько Было событий Когда Что-то происходило В одном месте Нигде больше Не поддерживали Нигде больше Не поддерживали Поэтому Олигархи Очень легко Подавлять Все эти протесты Где-то Трудолюбивые Иностранные Специалисты Убили Русского человека Там Городок Маленький Восстал Вышел на улицы И больше Никто не поддержал Ну так вот По клавишам Постучали Кто-то там Репосты сделал И все это Затихло А полицаи Естественно Подавили этот протест Прежде всего Как только Спад начинается То Организаторов Рупор этих протестов Уничтожается Просто Полицейскими Репрессиями И больше На этом месте Ничего не произойдет Потому что Активный компонент Вырубается Вырезается У нас нет Солидарности Граждан Я уж не говорю Что какая-то Солидарность Должна быть Между правоохранителями И гражданами Нас подавляют Они нас уничтожают Они готовы Нас истреблять Если мы молчим Значит Истреблять Втихую Если мы что-то говорим Прежде всего Уничтожать Тех кто Имеет способность Говорить И тех кто Имеет способность Слушать Что-то Понимать Забить Забить Источники Информации Тотальной ложью Для нас Самое главное Это Оторжение Абсолютное Неприятие Этого режима Ни участие Ни в чем Ни в каких Его мероприятиях Отказ Поверить Хотя бы Чему-нибудь О чем бы Они не говорили Они лгут Постоянно Поэтому И Верить тому Что Говорят с экрана Телевизора Всякие там Кремлевские Подлые эксперты Их сейчас там Наплодили И каждый раз Обращаются К очередному Политологу Которому Неизвестно В чем Это он Политолог Или Какому-нибудь Директору Какого-нибудь Центра Стратегических Перспектив Или Перспективной Стратегии Их наплодили Полно Ни одного Ученого Я вам скажу Так В этой системе Не осталось Ни одного Человека Который Способен Здраво Рассуждать Ну Хотя бы Способен Открыть Договор ОДКБ И Посмотреть Что там Написано И поэтому Они врут Напропалую Просто Можно Выключить Телевизор Или там Заткнуть Уши Либо Послушать И сказать Все прямо Наоборот Все прямо Наоборот И собственно Так мы должны Оценивать Но наши Оценки Нас постепенно Должны Сближать Хоть в чем-то Программа Отрицания У нас Понятно Неприятие Этого режима Во всем Во всех Действиях Любые Действия Этого режима Для нас Враждебны А уж То что касается Казахстана Это уже 100% Враждебные Действия В отношении Нас Жителей Российской Федерации И исторической России Конечно А что дальше Дальше должна быть Позитивная программа Вокруг чего Мы должны Сплотиться Вокруг Какого-нибудь Изма Очередного Коммунизма Социализма Либерализма Либертарианства Чего вы хотите Предложить Есть простые Социальные Программы Я не знаю Там Грудинин Выходил Программы Прекрасная Программа Ей как будто Знаете Вот Использовали Рыбу завернули А потом Выкинули Вот примерно Так люди Относятся Ко всем Программным Действиям Где сплочение Хоть какое-нибудь Не надо Обязательно Какой-нибудь Изм Надо обязательно Поставить Какого-нибудь Кумира Во главу Угла Молиться На Сталина Молиться На Ленина Эти на Путина Молятся Или обязательно Какой-нибудь Изм Нет При советской Власти Было Очень хорошо А я говорю Очень плохо Потому что Вы дураки Так и не поняли В какой ситуации Вы жили А другие говорят Надо жить Как на Западе Вот там Есть образец Давайте оттуда Все возьмем Да с какого перепугу Вы решили Что там хорошо Это вам показали Рекламные проспекты И туристические маршруты Так замечательно У нас Достаточно просто Варье Посадить в тюрьму Вот это Правящее варье И мы будем жить На уровне Не хуже Чем любая Западная страна Все есть На самом деле Нам не нужны Никакие принципы Которые можно было бы Зачерпнуть Извне Весь этот марксизм Дурацкий Весь этот коммунизм Сталинизм Это все извне Это все абсолютно чужое Для русского человека Вот это надо все сбросить И тогда откроется Простая вещь Что есть традиционные ценности Существования русской цивилизации Русского народа Русского человека То что заповедано И завещано нам Нашими предками великими Не сталинизм победил В Великой Отечественной войне Победил русский человек Победили традиционные ценности Ничего не воспитал Сталинизм Большевизм Ничего позитивного Не привнес В нашу страну Все отбросить Весь этот мусор Все эти Гниющие струпья 20 века И надо обратиться К истинной Руси Истинной России Все ценности Все там Все там Православие Самодержавие Народность Самая короткая формула Русской жизни Вера Нация Держава На этом и должны стоять Слава Руси Господи спаси Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова